Привет, друзья! Если Россия не перестанет существовать в ее нынешнем статусе и в нынешних границах, единственное, что может обеспечить длительную и стабильную безопасность для Украины, это наличие своего ядерного арсенала. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Эта тема возникла внезапно и вызвала небывалый ажиотаж в самых высоких кругах Российской Федерации. Шутка ли? Фраза, оброненная президентом Украины, вызвала незамедлительную реакцию со стороны Кремля и была тут же откомментирована самим кремлевским фюрером. А потом уже подхвачена всей пропагандонской ратией. Угрозы? Да они не смогут, да мы не позволим, да они уже. Соловьев делился воспоминаниями каких-то знакомых орков, которые весной 22-го года захватывали Чернобыль и видели там, спор, страшно подумать, двери с кодовыми замками, сканирующими сетчатку глаз. Что, конечно же, является прямым доказательством того, что тут лаборатория разработки ядерного оружия. Интересно, не эти ли его знакомые копали окопы прямо в рыжем лесу? Потому что это многое было объяснено. При этом реакция западного общества была... Да и не было этой реакции. Что наверняка еще больше подзадоривало пропагандонов. При этом все начали цитировать Голду Мейер с ее незабываемым «У нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим». Поэтому давайте действительно разбираться и начнем со снов. А как, собственно, некоторые страны пришли к своему ядерному арсеналу? Не США, там, СССР или Китай, а страны, которые позже присоединились к ядерному клубу. Официально или неофициально? В 1945 году США были единственным ядерным государством в мире. К тому времени Штаты не просто разработали и испытали ядерное оружие, но и применили его при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки, чтобы склонить Японию к капитуляции и тем самым окончательно завершить Вторую мировую войну. Это был единственный в истории человечества случай использования ядерного оружия. И хоть человечество знало об ужасных последствиях использования ядерного оружия, ядерная гонка набирала обороты. А ядерный клуб, то есть список государств, обладающих таких оружием, расширялся с 1945 по 2006 год. Так, уже в 1949 году испытания своей ядерной бомбы провели в СССР. В 50-х годах к ядерному клубу присоединились Великобритания, в 60-х – Франция. Обладать ядерной бомбой стремился и Китай. СССР решил подсобить, в этом и сначала даже предоставил поднебесные образцы атомной бомбы и соответствующие технологии. Но в 59-м, по личному указу Хрущева, сотрудничество СССР и КНР в ядерной отрасли было остановлено. Китайцы провели первое ядерное испытание в 60-м под кодовым названием «Проект 59-6», зашифровав в этих цифрах дату отказа Москвы помогать Пекину в создании ядерки. То есть, 59-й год – 6-й месяц. Особое внимание стоит уделить тому, как ядерное оружие хотели создать две противоборствующие страны, чтобы обезопасить себя от масштабной войны друг с другом. Речь об Индии и Пакистане. Строительство первой индийской атомной электростанции было профинансировано штатами. Американцы также обучили индийских ученых-ядерщиков в рамках программы «Атом для мира» в годы Холодной войны. Однако, когда в 68-м Индия отказалась подписать договор о нераспространении ядерного оружия, партнерство со штатами в этой области было остановлено. Тогда Индия решила самостоятельно работать над ядерной программой и в 1974-м испытала свое оружие. Эта операция получила кодовое название «Ироничное и пугающее одновременно» – «Улыбающийся Будда». Операция готовилась в режиме строжайшей секретности, так что про нее знали только участники проекта – премьер-министра страны Индира Ганди и агенты спецслужбы, которые следили за тем, чтобы даже самые высокопоставленные индийские чиновники не были проинформированы о запланированных ядерных испытаниях. В итоге весь мир узнал о том, что Индия разработала и испытала свое ядерное оружие уже постфактум. В ответ США ввели против Индии санкции, и страна многие годы была международным ядерным изгоем. В 1998-м Индия снова провела испытания своей бомбы, уже официально объявив себя ядерной державой. Это ожидаемо вызвало новые санкции со стороны Штатов. Пока Индия находилась в глобальной ядерной изоляции, свою помощь Нью-Дели услужливо предоставляла Москва. Строила в Индии реакторы, поставляла топливо, продавала технологии и так далее. Но даже после того, как США и Индия в 2008-м году заключили договор, который нормализовал ядерную индийскую программу и положил конец ядерной изоляции страны, Россия успела слишком хорошо освоиться на индийском рынке. Так что до сих пор остается для страны крупнейшим поставщиком ядерной энергии. А теперь обратим внимание на Пакистан. После того, как соседствующая Индия испытала свою ядерную бомбу, о чем, кстати, премьер-министр Пакистана узнал из газет, пакистанцы сильно взволновались. На тот момент две страны уже пережили несколько военных конфликтов и ядерные испытания только подлили масло в огонь. Премьер-министр Пакистана Зульфикар Алибхутто поставил задачу создания ядерной бомбы. Он заявил, что Пакистан будет есть траву или листья, даже страдать от голода, но создаст ядерную бомбу. Отцом атомной бомбы Пакистана называют Абдула Кадырахана. Необходимое знание он получил в Европе, защитил там докторскую, работал в физической лаборатории в Амстердаме и участвовал в секретных исследованиях по обогащению урана. Вернувшись на родину в 1975-м, он начал работу над ядерной программой Пакистана, получив в свое распоряжение лабораторию все необходимые условия. Чуть более чем за 20 лет бомба была создана и испытано в 1998 году. Притом первые испытания не ограничились одним взрывом, их было сразу шесть. Пакистанская ядерная бомба стала первым примером успешных разработок в мусульманской стране. На данный момент ядерный арсенал Пакистана опередил Индию и по размерам, и по оснащению, а ядерная программа продолжает наращивать потенциал. Не обошлось и без американских санкций. Они были введены, чтобы запретить пакистанцам проводить испытания, а также чтобы они не продавали ядерные материалы и технологии в другие страны. Однако воспрепятствовать этому США все равно не смогли. Отца пакистанской атомной бомбы Абдула Хана, который стал национальным героем, впоследствии обвинили в передаче ядерных секретов Ирану, Ливии и Северной Корее. Кстати о Северной Корее. Свою ядерную программу страна начала еще в 50-х годах. Сначала ей активно помогали Советский Союз и в меньшей степени Китай. Тогда в КНДР при поддержке СССР открывались научные центры. Строились исследовательские реакторы. В 80-х годах Пхеньян уже начинает разработку ядерных средств поражения, что не остается без внимания. Под давлением СССР и США страна присоединяется к договору о нераспространении ядерного оружия, а также разрешает МАГАТЭ проводить инспекции. После развала СССР ядерная программа КНДР, которая зависела от сотрудничества с Советским Союзом, не остановилась. Напротив, Северная Корея стала еще усиленнее разрабатывать оружие массового поражения, скрывая свои наработки от МАГАТЭ. Утратив СССР как единственного союзника, Северная Корея решила сделать ядерное оружие главной опорой режима и основной гарантией своей безопасности. В 2003 году Пхеньян вышел из договора о нераспространении ядерного оружия, а еще через три года провел первое подземное ядерное испытание. С тех пор КНДР провела шесть таких испытаний, и помимо этого ежегодно осуществляет десятки тестовых пусков баллистических ракет, которые могут использоваться как носители ядерных боеголовок. Размеры и мощность северокорейского арсенала остаются неизвестными, но Пхеньян с каждым годом совершает все больше пусков, грозя ядерной дубинкой США и Южной Кореи. Следующая страна официально не объявляла себе ядерной державой, хотя весь мир уверен в обратном. Израиль никогда не подтверждал, но и не отрицал наличие у себя ядерного оружия. Звучит это примерно так. Израиль имеет ядерное оружие, если спрашивают враги, и не имеет, если интересуются союзники. Ядерная программа страны началась в середине 50-х, когда молодому израильскому чиновнику Шимону Пересу почти фантастическим образом удалось раздобыть для своей страны ядерный реактор, который согласились предоставить французы. Еще больших усилий стоило построить ядерный центр посреди пустыни, сначала не имея для этого ни денег, ни достаточного количества специалистов. Несколько раз проект был под угрозой срыва, однако израильскому правительству все-таки удалось довести дело до конца. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Израиль создал собственную бомбу еще в конце 60-х, при этом якобы никогда не проводил испытательных взрывов, хотя в 1979-м американский спутник зафиксировал в Индийском океане, где-то между Африкой и Антарктидой, характерную вспышку и взрыв. Тогда подозревали, что это были совместные ядерные испытания Израиля и Южной Африки. Также в 1986-м израильский инженер-ядерщик Мардыхай Вануну рассекретил данные относительно ядерной программы страны. Он выехал из Израиля и передал тайно сделанные им снимки ядерного центра британской прессе. Из фотографий следовало, что Израиль имел достаточно плутония для создания ядерной бомбы, но не было доказательств, что ее действительно создали. Вскоре Моссад выкрал Вануну и вернул в Израиль, где его осудили на 18 лет. После освобождения он остается под присмотром спецслужб, покидать страну ему запрещено. Оценить точный объем израильского ядерного арсенала невозможно. Вероятно, он состоит из ракет наземного и морского базирования, а также самолетов и подводных лодок с ядерным вооружением. Предполагается, что на начало 2024 года Израиль имел в своем ядерном арсенале примерно 90 боеголовок. И вот тут начинается поле предположений. Потому что, с одной стороны, ну, 70-е, 80-е годы прошлого столетия – это не наше время. Тогда секретности в мире было намного больше. А телефонов в руках у простых граждан было, хотел сказать, немного, но на самом деле их вовсе не было. Да, поэтому шансов, что кто-то тайно, случайно сфоткает какую-то странную штуку и выложит в сеть с вопросом «Ой, а я вот тут увидел там-то и там-то вот такую штукенцу, это что такое? Кто знает?» Таких шансов просто не было. В отличие от нашего времени. Я уже не говорю о спутниках, о постоянном контроле практически всей поверхности Земли. Или о том, что, ну, в 70-е годы купить ту же тяжелую воду было все-таки проще, чем сейчас. Но! Всегда, когда мы говорим о консолидированной воле народа обеспечить себе безопасность, возникает вот это «но». Можно ли говорить о том, что развитая в инженерном и научном плане страна? Страна, которая имеет несколько атомных станций, свои месторождения урана, физиков-ядерщиков или институты, способные этих физиков воспитать, не сможет на воле и на характере народа пройти все этапы, пусть ценой лишений, изоляции и санкций. Нельзя. Потому что всегда находится и время, и средства, и возможности. Примеров хватает даже вот в том сюжете, который вы только что видели. Пакистан тот же. А украина и украинцы после 24 февраля 2020 года просто зациклены на обеспечении безопасности своих детей и внуков. Кстати, именно из-за этой зацикленности на будущей безопасности потомков и рождается вот эта дихотомия во взглядах украинцев. С одной стороны, нам нужно победить Россию, потому что если мы ее не победим, мы не будем чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, мы не сможем захватить и уничтожить Россию. И покажите мне человека, который может нас за это стремление обеспечить безопасность будущим поколениям, осудить. А эту безопасность может обеспечить либо свой ядерный арсенал, либо прямое участие в западных структурах безопасности и ядерный зонтик НАТО. Так куда же мы будем двигаться? Разговор с Игорем Петренко может дать необходимые ответы. Оставайтесь, будет интересно. Прежде чем начать с тобой разговор в серьезную НАТО и ядерном оружии, основная и главная тема, одна из основных и главных тем не только в украинской прессе, но и в западной прессе, Для начала я хочу обсудить с тобой вот тот самый Будапештский меморандум, на который все ссылаются, причем обе стороны, и какая-то сторона его старается не вспоминать. Кто-то постоянно им потрясает, говорит, вы нам должны, вы ого-го и так далее и тому подобное. Что такое Будапештский меморандум? Не де юре, а де факто. Да, это на самом деле хороший вопрос. Мы циклично к нему возвращаемся. Время от времени сначала полномасштабного вторжения, мы тоже много о нем говорили. Значит, тут нужно понимать и определенный исторический контекст, когда он подписывался, да, и те приоритеты, которые в тот момент стояли перед украинским государством. Значит, в первую очередь Украина фактически поменяла вопрос признания, да, и, скажем, налаживания связей с цивилизованным миром, признания нашей страны как независимой, и вопрос от коммуникации, отказавшись от ядерного оружия. И меморандум, он стал, скажем, следствием того, что, ну, вопрос ядерного оружия, это вопрос безопасности, но самый главный, то есть предмет, на что мы меняли это, это был вопрос признания и вот этого сотрудничества. А аспект, скажем, безопасности, он был вторичным, но, очевидно, никто тогда не думал про то, что Российская Федерация может быть агрессором против Украины, ну, и особо, в принципе, других воровов Украины, которые бы составляли нам угрозу, не было. Ну, и Россия такое, скажем, не рассматривалась. Поэтому вопрос безопасности их вынесли в меморандум, который не является прям таким обязующим документом, да, я сейчас говорю не на юридическом языке, а максимально, скажем, понятно. Это факт, да. И поэтому там записали, что вот проведем консультации, в целом, конечно же, там, все страны, которые подписывали мы там дружественные Украины, оказывать помощь и поддержку и так далее, но никто особо этому значения не придавал. То есть, еще раз, самая главная наша была задача, это получить признание нашего государства в том, что мы являемся субъектом, в том, что мы можем быть, скажем, теми, кто держит слово, с кем вообще в целом можно иметь дело. Это была самая главная задача и логика на то время. Вот тут вопрос очень-очень важный. И ты только что сказал о том, что согласно Будапештскому меморандуму стороны должны провести консультации, бла-бла-бла и принимать какие-то определенные решения. То есть, согласно этой логике, Будапештский меморандум странами, которые его подписали, ну, кроме России, понятное дело, он-то был выполнен. Они провели какие-то определенные консультации, и они начали проводить какие-то определенные действия. Просто, насколько я понимаю, в Будапештском меморандуме не было записано, что если на Украину нападают, тут же моментально 6-й флот подплывает в Черное море, и у нас высаживаются десантники 101-й воздушно-десантной дивизии. Все ты правильно понимаешь, и я скажу больше даже, что, в принципе, те страны, которые подписывали Будапештский меморандум, кроме Российской Федерации, они, в принципе, сделали даже больше, нежели от них требовало этот меморандум. Вот. Поэтому апеллировать сейчас к нему и говорить, мол, вы что-то там не сделали, а вы что-то там подписывали, нет. Но в вопросе моральной составляющей, то, что Украина отказалась от третьего, да, по величине арсенала ядерного вооружения, стратегического, в первую очередь, тактические, россияне еще до подписания меморандума все повывозили. Вот. Да, поэтому в плане того, что мы отказались от третьего по объемам, да, арсенала, и, соответственно, сейчас получили угрозу со стороны еще и подписанта и ядерного, скажем, государства в асимметрическом конфликте, то мы можем об этом говорить. Но я думаю, что не апеллирую к Будапештскому меморандуму, а больше к вопросам, скажем, того, что какой прецедент это может быть, каким прецедентом это может быть. То есть Украина, сильная ее позиция состоит в том, что мы отказались, мы сделали прецедент, фактически мы стали первым государством, которое пошло, мы сделали большой вклад в нераспространение ядерного оружия и показали другим странам, как можно, скажем, действовать. Это наша сильная позиция. Поэтому сейчас говорить о том, что, мол, мы тут что-то можем сделать, вот, технически, скорее всего, можем, но есть свои нюансы, да, мы там, может, об этом поговорим, может, не стоит сейчас об этом говорить. Вот, это наша сильная позиция. На этом мы должны и стоять, а не быть в разряде тех стран, которые говорят, там, мы, мол, сейчас вот сделаем, и вы нас тогда будете слушать. Это деструктивный подход, скажем, по моему мнению, на сейчас. Окей, ядерное оружие – это оружие, которое создано не для ведения войны, а для сдерживания агрессии. Если у нас будет ядерная рубля, а сможем ли мы сдержать Путина, например, от повторения нападения на Украину через 10 лет? При том, что мы не создадим ядерное оружие за 10 лет. Давайте представим себе, что произошло чудо, да, и Гетьман полугодка отдал свое золото, и мы на него купили ядерную бомбу. А сохранит ли ядерное оружие Украину от грядущих нападений? Мы должны понимать концепт самого ядерного оружия. Это не оружие применения, а оружие действительно сдерживания, и оно работает только тогда, когда все это прекрасно понимают и сознают. К сожалению, Путин, он склонен, скажем, к таким непродуманным решениям, как бы кто-то там к нему не говорил, он вроде как и не самоубийца, но в целом, очевидно, вопрос нападения на Украину, он был больше каким-то эмоциональным, малопросчитанным, и явно не основывался на какой-то верифицируемой и релевантной информации о том, что происходит здесь, и какой может быть ответ Украины, ну и потом дальше как там снежный ком, вопрос там поддержки организации и так далее. Поэтому такая угроза действительно существует, и я считаю, что в принципе эта дискуссия, она на сегодняшний день вообще нам не нужна. То есть говорить о том, что мы-то в теории можем, не можем там и так далее, мы здесь играем больше на руку таких стран, как Северная Корея, как Иран, соответственно, ну грубо говоря, подыгрываем оси зла, с которой мы боремся фактически. Ну на сегодняшний день, если действительно уже военные Северные Кореи вступают в войну, скажем, с Украиной, со стороны Российской Федерации, Иран поставляет им вооружение, ну тут очевидно, что они являются стороной конфликта для нас. И здесь играть в эту историю плохо, и это очень плохо воспринимается теми же Соединенные Штаты Америки, которые имеют свою заинтересованность в вопросе нераспространения. И здесь тоже вот интересный момент, нужно смотреть шире. Допустим, вот сейчас вот этот договор про нераспространение, он фактически не работает, потому что Российская Федерация с него вышла, а Китай и до этого в него не заходил. Нужно понимать более широкий контур. Значит, Китай, он по сути заинтересован в том, ну чтобы, наверное, этот договор сейчас и не действовал, поскольку он отстает от Соединенных Штатов Америки по количеству ядерных боеголовок и России. То есть, очевидно, он хочет достичь какого-то определенного паритета, а уже потом садится за определенный стол, скажем, переговором. Один момент. Другой момент состоит в том, что, ну а США, ну и Россия, опять же, сейчас будет определенная гонка. Насколько Россия сможет там прям быть неотстающая в этом плане, тоже вопрос такой хороший. Ну, США, они бы были заинтересованы в том, чтобы сейчас найти определенный компромисс с Россией в этом вопросе, чтобы был этот договор и дальше совместно давить на Китай, что, мол, давайте тоже присоединяйтесь, а не начинать, скажем, новый виток этой борьбы. Поэтому здесь идет вот такая игра, и если здесь США, наш главный партнер, для него это важный вопрос, приоритетный и так далее, то мы, очевидно, ну, наверное, должны тоже поучаствовать с максимально конструктивной позицией. И вот тут мы выходим опять на трек, который слегка обновился с момента нашего с тобой последнего разговора об этом. Это серия заявлений, да, в том числе, там, Марка Рюта, который выразил уверенно, что Украина станет либо 33-м, либо 34-м членом НАТО, да, то есть либо следующим, либо через одного. А, в отличие от Столтенберга, который, по-моему, ни разу не говорил, что Украина будет сна. Значит ли это, что действительно лед тронулся, господа присаженные заседатели? Сложный вопрос. Смотри, лед тронулся, однозначно. Даже темы инсайды, которые я имею, в Соединенных Штатах Америки работает группа, советник в разных уровнях разных ведомств, которая прорабатывает момент оглашения, приглашения для Украины наступить по НАТО, да, то есть мы отошли от идеи «Нет, вы что, это сейчас не обсуждается», к тому, что хорошо, давайте об этом поговорим и увидим эту возможность приглашения. Опять же, приглашение – это не вступление мы должны принимать, тем более приглашение больше сейчас, это, скорее всего, будет вербальный определенный сигнал, но мы этого и хотим. Президенты говорят о том, что нужна геополитическая определенность, что Украина – не серая зона и точно не вотчина Российской Федерации. Дальше, после вербального приглашения, скорее уже начнется работа к тому, чтобы это было приглашение в рамках какого-то экшн-плана, который мы будем действовать. Ну, ПДЧ у нас типа нет, а мы там отошли от этого, но какой-то план действий нам действительно он все-таки нужен, с четким закреплением этапов и тайминга, когда мы что будем проходить. Это уже долгосрочная, скажем, перспектива. Но определенность геополитическая важна сейчас. Я здесь солидарен, это важный момент, который выбивает почву из-под ног Путин. Но есть нюанс. Состоит в том, что вот это промедление, оно все-таки показывает, что, очевидно, вопрос вступления или не вступления Украины в НАТО, он рассматривался как элемент торгов с Российской Федерацией. По разным вопросам, в том числе и про неиспространение ядерного оружия, и в целом какого-то большего договора, и видение России как определенного инструмента сдерживания гигманистских замашек Китая. Ну, короче, здесь очень много разных нюансов на самом деле может быть. Вот, поэтому... Но то, что мы переламываем ситуацию, это правда. Но, опять же, не надо себя обманывать в том, что вот приглашение дали, это считайте, что мы уже вступили. Нет. Это долгосрочная перспектива, это перспектива десятилетия. Вот я всегда в сравнении говорю, что вопрос вступления Украины в ЕС, это среднесрочная перспектива. Мы можем там говорить о 6-7 годах, когда мы все это будем делать. Если мы говорим о НАТО, это вопрос десятилетий. Но, опять же, мы пришли от того, что этот вопрос вообще не рассматривался. И, ну, вот сотрудничество, да, там, ну, будете каким-то там ассоциированным, потом каким-то был аспирантом вступлением и так далее, то сегодня мы уже говорим о конкретном предложении и о конкретном понимании и осознании, да. Условно, это политическое решение, что, окей, Украина будет, но вот нам нужно все это пройти. Еще мы должны держать в голове один момент, что НАТО это политиковоенная организация, да, политика оборонная. И политические определенные моменты, их тоже нужно будет все угодить. И НАТО это не только пятая статья, а это еще определенные обязательства, которые мы берем на себя. Я думаю, что здесь нам бустером может быть вступление в Европейский Союз, поскольку они там перекликаются с каждым, между собой многие. Но у нас есть сегодня определенность нашего населения в том, что мы готовы идти в НАТО, в Европейский Союз. У нас есть готовность политического руководства. И я сомневаюсь, что кто-то другой при смене власти захочет развернуть этот корабль в другую ситуацию. И мы уже много чего сделали на самом деле. Да, все может не идеально, но много в чем продвинулись. И темп у нас достаточно неплохой, я бы сказал. Никто не мешает нам в рамках вот этого пути параллельно двигаться еще определенными шагами. Это в первую очередь создание микро-альянсов с нашими партнерами. Тех государств, которые очень четко осознают ту угрозу, которая идет от Российской Федерации. О ком я говорю? В первую очередь на страны Балтия. Это Финляндия, это Швеция, это Польша, которая лучше всех готовится к потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации. Это Румыния. И при определенных обстоятельствах, так скажу аккуратненько, может быть даже Турция. Но там есть свои нюансы, это, скажем, такой момент. А вот эти страны, пожалуйста, в рамках НАТО мы можем придумать вот эти микро-альянсы совместных учений, обменов, сил реагирования. Много чего можем придумать, тем более, что мы имеем институциональную привязку к НАТО. И тогда цена агрессии для России, она будет более высокая. И мы здесь создаем определенные уже гарантии безопасности совместно с теми странами, которые очень четко понимают, к чему может привести агрессия России. Вот это вот золотые слова практически вырвал вот этот вот контекст у меня из контекста. Потому что мало кто знает о том, что пятая статья, на самом деле, многие о ней слышали, но мало кто ее читал. О том, что она гласит приблизительно следующее, что в случае нападения на одного из этих, члены НАТО проводят консультацию между собой. И каждая страна, член НАТО решает, в какой мере и какими силами она может помочь в данном случае. Это очень важный момент, в том, что каждая страна сама для себя решает, в какой мере она хочет и может участвовать в выполнении пятой статьи. И в этой связи, в связи с тем, о чем ты только что сказал, насколько я понимаю, иллюстративно звучат заявления польские последние. Начгенштаба Польши заявил о том, что в случае нападения на Прибалтику, на страны Балтии, не дожидаясь решения, в принятии решения в столицах НАТО о применении пятой статьи, Польша вписывается моментально. Такое интересное заявление, да, то есть вот на самом деле, это же по большому счету прообраз того, о чем ты только что сказал. То есть вот договор между странами Балтии, между Литвой и Польшей заключается в том, что Польша, не дожидаясь пока все страны НАТО подключатся, тут же моментально включается в работу. Да, смотрите, Польша прекрасно осознает, что приход границы стран Альянса означает, что Российская Федерация дальше уже не будет останавливаться. И если она захватывает страны Балтии, она создает плацдар в первую очередь для атаки на кого? На Польшу, да, тут бабки не ходи, к астролога не спрашивай, тут все очень прекрасно и прозрачно, еще имея Беларусь как плацдар, который они уже использовали для нападения Украины. Поэтому, безусловно, им лучше боевые действия сразу проводить не на своей территории, ну это понятное дело. И в том числе помочь странам, заявить свою позицию, и это важное заявление с точки зрения того, что Польша, она хочет быть лидером как минимум восточной Европе, восточно-центральной Европе, и иметь, скажем, немножко другое место в Европейском Союзе тоже, да, более такое от младшего партнера условно до там равноправного. И это проявление лидерства, это очень правильно, поскольку сейчас в Европейском Союзе есть брак лидерства. Насколько я понимаю, там же Польша, еще одним очень интересным заявлением, да, отметилась о том, что в случае нападения на Литву удар будет нанесен по Санкт-Петербургу, да, то есть ударом по всем стратегическим объектам в радиусе 900 километров. Более того, сейчас Польша начинает закупать более дальние ракеты, там, с дальности до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения России на страны Балтии. Означает ли это, что в рамках таких маленьких, небольших локальных союзов страны будут более решительны, а не так, как когда российские ракеты или шахеды залетают на территорию Румынии, да, все делают вид, что мы ничего не можем сделать, у нас лапы. Хороший вопрос, понимаешь, все-таки не все, наверное, так просто и прямолинейно, вот комплектация этих союзов, создание их, да, это все-таки больше тоже про фактор сдерживания, все-таки будет плохая история, когда будет реальное нападение, поскольку тогда это ставит много больше дилемм, да, и да, ну, скажем, решимость Евросоюза и стран НАТО, да, альянсом, и единство в подходах, оно стало намного прочнее и больше с момента нападения России на Украину, но все же есть определенные дискуссионные, скажем, моменты, поэтому это все-таки больше, наверное, про сдерживание, нежели про что-то проактивное, да, то есть это проактивное, но в формате именно конкретно сдерживания, но вот здесь действительно, но мы уже имеем большую решительность, ну, то есть там некоторых стран, ну, не дуют в вопросе потенциальной агрессии со стороны России, а некоторые реально готовятся, как Польша и те же страны Балтии, поэтому здесь вот создание такого консорциума, да, тех стран, которые приближенные к Российской Федерации, как к очагу потенциальной большой агрессии, да, ну, здесь, да, это больше решительности, конечно, да, здесь все может быть, вот, но пока мы не говорим о том, что такие альянсы, это вот то, что вот прямо сейчас будет тоже работать, да, скорее всего, это больше тоже задел на будущее, но обозримое будущее и достаточно, скажем, близкое, ну, пока рано говорить о том, что эти страны, они там впишутся в войну с Украиной, хотя потенциально эти страны, они, наверное, будут больше в рассмотрении той же идеи, там, замещения наших тыловых частей, допустим, да, чтобы мы могли выходить на фронт, или присутствие, там, специалистов каких-то и так далее. Будем наблюдать и за ситуацией с НАТО, и за тем, как будет вообще, в принципе, развиваться дальше ядерная риторика, потому что очень интересно смотреть, как их кочевыряжат и плющат, и как они уже бьют себя пятками в Грузии, говорят, что мы не позволим в Украине наблюдать своим ядерным оружием, и они говорят, ребята, не от вас это зависит. Вот в данном случае Россия это последняя страна, которую мы будем спрашивать, можно нам или нельзя заводить и восстанавливать свое ядерное оружие, да, там. При том, что ты абсолютно прав, я подписываюсь под каждым, скажу на тобой слово, на том, что эта история, она не про нас, она не в нынешней ситуации. Да, согласен. Спасибо. До встречи. Итак, как видите, это реально одна из самых больших проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество. Проблема безопасности Украины после окончания боевых действий. И решить эту проблему должны западные элиты. Да, мы готовы ради наших внуков, ради того, чтобы наши дети не вынуждены были идти воевать, поставить наших западных партнеров перед фактом. Фактом необходимости принятия решения. И решение принять нас в НАТО и накрыть уже существующим ядерным зонтиком, как по мне, проще, быстрее и безопаснее. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.